мир вам братья сестры христиане украина как полигон такова тема проповедь как бы мы не хотели братья сестры но мы живем в это время ну скажем так интересоваться некоторыми такими политическими вопросами но и господь говорил что по знамение в том числе и по политических знамениях мы будем понимать приближение дня он его приближение встречи нашего с господа приход нашего господа и поэтому нам нужно конечно же тоже я не говорю увлекаться нам не нужно там политикой глубоко и так дальше но ориентироваться нам нужно как написано духовный судит о всем он мы должны ориентироваться чтобы правильно молиться понимать в какое время мы живем иметь твердую правильную позицию то есть понимаете сейчас людей они просто зомбированы например путинской пропагандой и они они христиане в том числе и часть евангельских я имею ввиду христиан они поддерживают путина в этой агрессии считает его чуть ли не мессией понимаете и так далее должна быть четкая такая твердая правильная позиция согласно слову божьему чтобы мы не были увлечены вот этот религиозный национализм можно так сказать как мы читаем ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор пока не будет взята среды удерживающий теперь смотрите мы наблюдаем то что происходит в украине есть такое высказание слышал уже многие годы братья и сестры назад и вы знаете я ничего не воспринимаю просто так прямо всю на веру если она согласуется но слава божьим или нет тогда я уже беру его скажем так во внимание и верю что это мнение заслуживает того чтобы обратить не у него уже внимание где-то что-то взять на вооружение для себя что украина это экспериментальная страна ну и вы знаете когда наблюдаешь просто лишь по слову боже наблюдая что происходит скажи так здраво и ты видишь но действительно в украине фактически даже соединенных штатах америки как некой мере образец демократии считается президент избирает и пример министра и кабинет министров министров измитрать потому что из несколько ветвей власти на законодательной а власть судебная власть вот и исполнительная власть но ещё говорят так некая как комтакт четвертая власть это пресса неофициальная такая влажа так то мы понимаем исполнительная власть не очень правильно когда исполнительная власть находится, можно сказать, в одном кулаке, в одной руке, где президенты и премьер-министры, и министры, они в одно. У них есть иерархия подчинения и тому подобное. И вы помните, когда в нас чуть ли до Гражданской войны не дошел конфликт между Ющенко и Януковичем, потому что Янукович был, как премьер-министр, избрал Верховный Совет, где большинство фактически, потому что Мороз, социалист, и его партия перешла на сторону Януковича, партии регионов, и так большинство уже было в Верховном Совете. А Верховный Совет, это тоже было предложение Мороза, Верховный Совет избирал премьер-министр, а часть министров избирал, скажем так, они были подотчётны ему. Это премьер-министр большинство, а часть министров, как министр, например, обороны, иностранных дел, избирались именно президентом, и ему подчинялись. Но когда президент и премьер-министр — это одна исполнительная власть, не в одно, понимаете? Это то, что нужно делать. Один говорит, одно дело, другое дело. И получается так, что фактически внутренние войска подчинялись президенту, хотя они пришли, как бы, подчинение президента Ющенко, там тоже была неопределённость такая. А полиция, полиция и Министерство... Внутренних дел МВД подчинялись премьер-министру. И фактически, да, внутренние войска могли зайти, уже было на грани, зайти не ехали в Киев, фактически, чтобы была эта некая гражданская война, а между фактически полицией и внутренними войсками. Одни подчиняются президенту, а полиция подчиняется премьер-министру. Это, конечно же, во вред обществу, это во вред, это торможение и так далее, братья и сёстры. Это неправильно, неправильно. Тоже как бы эксперимент. Эксперимент, опять-таки, можно тоже сказать, что у нас был избран президент, который имел судимости Янукович. Я знаю здесь на более маленькую профессию, значит, где-то государственного служащего и так далее, то ни в коем случае у человека не должна быть судимость. Это президент избирается, который имел две судимости. То же самое, президентом становится человек, который фактически он профессионал, но в сфере культуры, сатиры и юмора. То есть тоже не совсем, скажем так, человек в экономике, политике и так дальше ориентировался. Такой человек, он более подходит ему быть президентом. Понимаете? Я уверен, что есть такие люди у нас. И то, что мы видим, что делает, например, Зеленский, да, конечно, то доброе нельзя забрать, конечно же, то, что и он пытается, когда он не убежал, когда началась война, он там пытается, он беседует, он просит помощи и так далее. То есть нельзя забрать вот эту активность, его в этом хорошо. Но при этом мы видим, что многое, что делается в стране, а он как гарант конституции нарушается, грубо, грубо нарушается законодательство. И нет, особенно, скажем так, такой некий полухаус в стране, даже во время войны. То есть чувствуется, что как бы нехватка у человека некого такого профессионализма. Поэтому это тоже в некой мере такой как эксперимент. Смотрите, что сейчас делается. Соединенные Штаты Америки фактически играются с Украиной, как кошка с мышкой. Соединенные Штаты Америки, они могли, и у них есть все средства, которые могут остановить войну, при этом показали военные Украины, что они достаточно такие способные люди. И при этом потенциале украинской армии у них недостаток одного. во многом преобладает приоритет в русской армии. И по танках, и по БТРах, например, и по другому вооружению. Я не очень в это вникаю, братья и сестры, потому что нам, христианам, не особо нужно этим, как же приниматься вот этим оружием и так далее. Но просто мы должны видеть правду, что происходит. И мы понимаем, что если Соединенные Штаты, а у них и есть эти возможности, дали бы достаточно, например, вооружения, то война могла бы закончиться, скажем так, за месяц. И вытеснены были бы вот эти оккупационные русские войска с территории Украины. И когда даже паритет становился, то есть когда даже одинаково у нас становилось уже вооружение с русскими войсками, то мы даже наступали, украинская армия, да, она даже наступала. А нужно где-то в 3-5 раз, чтобы превосходили наступающие силы оборонительные. Но этого не происходит. Более того, дают обязательства, скажем так, такие Украине, что ни в коем случае вы не должны атаковать, например, Россию, даже там, где откуда летят вот эти снаряды, вот эти ракеты, вот эти и так далее. Мы понимаем, что как была побуждена гитлерский фашизм, братья и сёстры? Когда добрались до Логова, понимаете, добрались до Берлина, добрались до Гитлера, это было, понимаете, можно так сказать, вот это Кащеево сердце, оно было разрушено и остановлен вот этот фашизм. Фашизм. Здесь же вас, ну, я не призываю к мести и так дальше, я просто говорю вам вот те моменты, те факты, которые существуют в мире. То есть России, России даётся некое право атаковать Украину со своей территории, например, но Украина не может им ответить и не даётся ракеты дальнего следования, чтобы не зашли ни в коем случае они на территорию России. Но это тоже, это люди не водятся тем, что ударили по одной щеке подставу в другую, они этим не водятся, понимаете, что просто из-за того, что Россия бьёт, а Украина держна отвечать. Это просто люди мирские, люди военные, понимаете, они понимают, на них нападают, нужно отбиваться, нужно сражаться и так дальше. И поэтому, конечно же, естественно бы было, что как остановить вот эти ракеты, значит, нужно разрушить вот эту установку, с которой летит ракета. А эти установки находятся очень многие на территории России возле границ Украины. То есть то, что делает Путин, то, что делает русская армия и так дальше, это отчётливо это фашизм и в духовном смысле это сатанизм. Но почему так поступает цинично Соединённые Штаты Америки, например? Потому что, братья и сёстры, я говорил вам уже, есть проповеди тоже на канале, я десяти царей советую вам посмотреть. И потому что есть закулисные вот эти договора о тайной беззаконии. Я не могу сказать, что не цари руководят, не президенты, а только тайной беззаконии. Но тайной беззаконии активно влияет на их решение, как мы читали. Вот тайна беззакония, ибо тайна беззакония в действии, вот эти разного рода масонские ложи и так далее, вот эти договорённости. Я говорил вам о том, что Россия и Соединённые Штаты, они находят, они входят в клуб десяти, вот этих десять государств. И десять рогов, которые ты видишь, суть десять царей, которые ещё не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Тайна беззакония готовит десять мега-государств. Специально допущено и создалось ядерное вооружение, чтобы за короткое время, за три с половиной года, когда на политическую арену выйдет Антихрист, эти десять государств смогли взять под свою власть все остальные мелкие государства, то есть создать неких десять таких империй во главе с каждым мега-государством. И в числе вот этих мега-государств, я уверен, братья и сёстры, входят и Соединённые Штаты Америки, и Россия, и между ними есть вот эти тайные договорённости, тайные договорённости. А Украина даже выведена была, поймите, когда даже было ядерное вооружение, сказали её, и это активное, кто сказал, кто, я бы сказал, даже так, знаете, как говорили ранее, добробольно-принудительно, фактически принудили, и это сделали Соединённые Штаты Америки и Россия, принудили отдать ядерное вооружение, потому что указано на том, что вы не являетесь вот этим мега-государством, а только мега-государства имеют право иметь, то есть как это решают одни государства, что одни имеют право иметь ядерное вооружение, другие не имеют право иметь ядерное вооружение, потому что есть закулисные договорённости, понимаете, вот эта тайна беззакония, и потом этих 10 царей они передадут власть Антихристу, а сами будут у него помощниками, поэтому в этом ключе идёт развитие, и для этого очень важно им проводить некие вот эти тайны беззакония, некие эксперименты, которым участвуют и Соединённые Штаты Америки, и Россия, но вот этим полигоном экспериментальной страны является Украина. Смотрите духовно на вещи, братья, сёстры, они будьте увлечены вот этим религиозным национализмом. Русские христиане, евангельские христиане, некоторые увлечены и зомбированы путинской пропагандой. Но опять-таки и украинские христиане реально оценивайте ситуацию, что происходит, если вы верующие, настоящие, потому что происходят библейские события, события происходят, тайна беззакония уже доходит до своего завершения, уже очень близко выдвижения антихриста. До этого, конечно же, будет восхищение церкви, начало великой скорби и тайна беззакония уже на финишной прямой в подготовке к выдвижению антихриста. А для этого ему нужно, чтобы отчетливо было вот этих 10 мега-государств, созданное ядерное вооружение. Для чего ядерное вооружение? Чтобы за короткое время, за 3,5 года силой, кто не будет подчиняться добровольно, силой взять власть. Это нужно будет сделать, приблизительно каждое государство нужно будет взять под свою власть около 20 государств. 10 государств, сейчас 200. Каждому мега-государств нужно будет взять 20 государств. А здесь у России два года воюют с Украиной и даже, скажем так, малую часть не может взять в Украине. Для чего это происходит? Потому что они изучают потенциал обыкновенного вооружения, понимаете, не ядерного. Не ядерного вооружения. И они видят, что невозможно будет, пусть 20 стран 10 согласятся, как Беларусь, например, и они будут фактически как колонией России, то, что является Беларусь сейчас, фактически колонией России. и Лукашенко, можно сказать, что, конечно же, находится в подчинении Путина. Но не все государства Зеленский не хочет подчиняться Путину, например. Но видим, что силой Путин пытается с силой взять Украину. Но далеко это не получается, очень сложно. Поэтому судной стороны мы видим, ну как, как если Америка стоит на позициях демократии, защищает ценности в таки демократические ценности, защищает. Почему она просто, ну можно сказать, ее помощь это просто как какое-то издевательство, можно сказать. С одной стороны она помогает, но с другой стороны, с другой стороны. Вот поймите, даже Хаймерсы, например, говорят, что для Украины, украинские военные герилии, нужно где-то 70 есть, есть около 30. Это переломает код событий. Некоторые эксперты в Америке свидетельствуют о том, что в Америке есть официально около 800 Хаймерсов, при этом, что новые производятся еще. А есть даже, что некие такие секретные информации, которые не подтверждены, но скорее всего, что она тоже правдивая, что около 2000 Хаймерсов. Понимаете, то нужно дать только десятую часть Хаймерсов. Америка это даже не почувствует. А в Украине будет перелом, просто перелом, и Украина начнет серьезно наступать. то есть для Америки это несущественно. Кроме того, что экономика Америка не производит новое вооружение. Это будет просто мизер, можно сказать, это совсем несущественно. Не, что мы отдали все, Америка осталась фактически все без вооружения. Тогда да, просто как кошка с мышкой. Понимаете, дают чуть-чуть, почему же не дают больше, тем более, что есть откуда, даже без особых особых чажестей для Соединенных Штатов. А потому, что идет закулисная договоренность, и вот поэтому нельзя. Россия стреляет, а вам в Россию нельзя. И не за христианских позиций, из-за того, что ударили подносчики по-другой. Просто нельзя, потому, что мы беспокоимся, чтобы Россия бросила, может, ядерное вооружение или что-то в этом роде. Поймите, это оговорки. Это оговорки. Или будет Украина, например, обстрелителя России или не будет. Если Путин захочет бросить ядерную бомбу, он бросит. Это не особо влияет на его решение, потому, что они наблюдают, и Соединенные Штаты, Америки, и Россия, они наблюдают, есть заплесные договоренности. Да, между ними есть, конечно, конкуренция, некоторые не всегда взаимопонимания. Но, тем не менее, это с клуба десяти. И за этим всем, даже если Байден, что-то с Путином не совсем согласны, все равно поймите, есть тайна беззакония, ставьте их в такие рамки, что они вынуждены поступать так или иначе. И вот эта тайна беззакония держат в определенных рамках и не дают возможности, чтобы Украине дали достаточно вооружения, чтобы она могла вытеснить оккупационные войска России из территории Украины. Но при этом они проводят свои эксперименты. Они видят, насколько сильно может страна сопротивляться, насколько важно применять ядерное вооружение, когда можно уже применять ядерное вооружение, когда можно с обыкновенным вооружением воевать и так далее. Это все, 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 поймите, которым не безразлична судьба и Украины. Это касается, конечно же, и России, и других людей, которые крестьян, которые находятся в других странах и слушают этот канал. Вы должны понимать, что это правда. Да, все говорит о том, что мы являемся некоторой Украине, некоторой экспериментальной страной. И ожидать на то, что там особо такие широкие вот эти их обещания, там, помощь, там, европейских стран, Америки и так дальше, и вот действительно не стоят так твердо на европейских позициях, во многом стоят на циничных позициях, тайна беззакония во многом влияет, они стоят на позициях денег, вот что играет большую роль, а только прикрывается вот этими лозунгами. И мы должны видеть правду, в том числе украинские христиане. Я больше упываю и больше призываю к миру, и я больше упываю на то, если мы хотим действительно некое чудо, то, чтобы христиане раскаялись серьезно в Украине, например. Хорошо бы, чтобы и в России и молились больше, постились, потому что много может усиленная молитва, но праведника вот что может сломить. И как бы эта тайна беззакония не пыталась договариваться, как бы не пыталась она вот эту Украину все больше и больше использовать, как некий полигон, где, братья и сестры, где именно взорвалась и был пожар на атомной электростанции, где находится 30-километровая зона, где была закулисная тоже договоренность о том, чтобы вот эти отходы, вот эти отходы атомной энергетики ввести вот эту 30-километровую зону. Вот это и говорит, еще раз подтверждается о том, что вот полигон, полигон, и мы должны понимать, что мы находимся в стране, где, да, вот эта экспериментальная страна, полигон, и мир использует нас как экспериментальную страну, а мы подаемся, подаем религиозному такому национализму, патриотизму, хотя будучи христианами и так далее, понимаете, и полностью все, все, как, знаете, как она, сестра видела митинг, вот этот Евромайдан, она говорит, почему мы не там, нам нужно быть тоже там, там бастовать и так далее, и так далее, это не наше дело, наше дело молиться, поститься, поймите, да, иметь твердую позицию, не быть вообще безучастным, потому что это касается и нашей жизни, но у нас другие методы, поймите, мы с другой армией, мы дети Божьи, если власть защищает страну, да, они слуга Божия, они носят меч, она, а мы дети Божьи, у нас разные служения, молиться, наоборот, молиться, чтобы было жить тихое, безмятежное, а не участвовать в разного рода митингах, забастовках, не там, там, быть первыми и все, 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 бежим, все, тоже идем и берем автомат в руки и так далее, братья и сестры, это не наши, да, мы должны понимать, кто напал, кто защищается, все, все, и мы должны правильно молиться, но не впадать вот этот религиозный национализм и понимать, что да, действительно, вот то мнение, что есть, оно отвечает, и Слово Божие отвечает реальному вот этим, что мы экспериментальная страна, а что это означает? Это означает, что мы рады тем, что и в нас, и свобода вероисповедания, в целом, свобода слова, это хорошо, это главное для нас, но в плане политическом, в плане экономическом, не ожидайте каких-то особых такого, как тоже есть разного прогноза, что мы будем чуть ли, там некое там японское чудо, или какое, что такой рассвет нас будет, мы станем чуть ли не вторым, не центром Руси, и там Киев станет центром Руси, и там и так далее, а там Украина, или как там, а Россия, или там как Москва, там и так дальше, это будет как некая периферия и так далее, а мы вот такая вот, Россия загорелась вот в этой гордыне имперской, вот, и тоже уже несёт, несёт во многом, чьи люди погибают, не только украинские, сколько русских людей уже погибло, сотни тысяч, из-за амбиций имперских, но чтобы и у нас не рождались вот эти имперские амбиции, мы понимали, вот принимали правду, реалии, какие они есть, когда человек реально принимает то, что есть, он лучше тогда уже принимает решение, вот, он понимает, что нужно нести, где можно действительно как-то противостать этому и так далее, он просто ориентируется, что реально происходит, поэтому, вот такова правда, братья и сестры, да, Украину во многом используют как экспонентальную страну, но это не означает, что нам, верующим, мы не можем тут жить, конечно же можем, можем и ещё расти духовно и так далее, но мы не должны вовлекаться, я говорю ещё раз, вот этот религиозный национализм, вот, во всю, вот, куда политика, туда и мы, всё, бастовать, значит, бастовать, там, воевать, значит, всё, оружие берём и воюем, и убиваем, и так далее, значит, что нам нужно делать, куда, всё, мы ветер повеял политики, куда, мы уже там, нет, не в этом мы должны быть активными и первыми, тем более, если нас используют более мощные государства и так далее, то тем более, мы должны это просто принимать, что так оно происходит, поэтому нет достаточной помощи со стороны Соединённых Штатов и Европы и так далее, и так далее. И всё, что компенсирует вот это всё, и кто в этом вовлечён, он, что жертвует, чем? Теряет родных, близких и приливает собственную кровь. Поэтому я призываю, наоборот, к миру, к молитве и делать то, что мы должны делать, христиане. Ориентироваться в политике, но быть вне политики. Поймите, национализм и христианство — это разные вещи. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин